Сегодня у нас вторая часть обзора приложения PixArt. И давайте сразу же начнем. Нажимаем плюсик, переходим в свои фотографии. Я загружаю подготовленную фотографию. Первым делом можем ее обрезать, например, в квадрат. И какие у нас есть инструменты. Их очень много и мы пройдемся по порядку. Эффекты. Здесь все довольно просто. Самая нижняя панелька. Когда мы выбираем какой-нибудь эффект, появляется новая панелька. Недавнее. Это то, что я недавно использовала. Фильтры здесь все платные. Эффекты. Ну, это тоже своеобразные такие фильтры с эффектами. Если мы нажмем второй раз, то есть у нас регулировка этого эффекта. Есть вот такой интересный эффект. Бесплатный только один. И применяется он только, если на фотографии есть лицо. Здесь три эффекта платных и один бесплатный. Если мы нажимаем на вкладочку поменять, просто подставляются части картин. Иногда бывает очень удачно и интересно смотрится. Снова поменять. Ну, вот таким образом можно играться. Следующая вкладка скетч. Здесь тоже платные эффекты. И есть один бесплатный. Применяется тоже только, если на фотографии есть лицо. Вот такой эффект получается на фото. И здесь тоже можем регулировать его. Интересно. Вот двигать по вертикали. По горизонтали. Можем вообще совместить с чертами лица. Толщину этого эффекта. Черно-белое фото можем сделать. Резкость. Ну, резкость просто работает как прозрачность. Следующий эффект блюр. И здесь есть несколько вариантов. Вот такое простое размытие равномерное. Фокусное. Когда точку мы выставляем, где должен быть фокус, а края будут размытые. И регулировка для этого блюра. Радиальное с движением. Вот если мы регулируем, видите, вокруг точки эффект движения появляется. Здесь с бликами. Можно вообще вот такую сделать фотографию. Умная по своим алгоритмам что-то там размывает. И вот такое размытие, похожее на глич. Здесь тоже можно регулировать. Можно угол смещения регулировать. И резкость. Резкость работает как прозрачность. Следующая вкладка Art. Выбираем эффект. Получается как будто бы ерунда какая-то. Но мы возьмем рычажок и будем регулировать, уменьшать его. И получается как будто бы эффект масляной краски. Следующий полигон из таких треугольничков. Плакат. Тоже благодаря регулировке можно добиваться интересных эффектов. Точки. Ну и здесь довольно много эффектов. Движение. Сдвиг. Интересный. Регулировать можно направление этих штрихов. И размер. Размер. Уменьшая размер получаем другой эффект. Ну и здесь можете пройтись посмотреть. По всем этим эффектам их довольно много. Следующий эффект Магия. Здесь тоже интересно. Выбираем любой эффект. Применяется к фотографии. Получается, что мы из фото сделали картину. Здесь этих эффектов тоже довольно много. Можно поиграться. Поп-арт. Здесь эффектов не очень много. Просто вот такие цвета накладываются на фотографию. Форма. Здесь идет искажение. Такие карикатуры. Вот есть пиксели. Можно уменьшить количество пикселей. Вот такая. Такие интересные эффекты. Бумага. Здесь накладывается на портрет эффект бумаги. И последняя вкладка называется цвет. Для нее я выбрала другую фотографию. Здесь вот что интересно. Выбираем эффект. У нас появляется пипетка. Этой пипеткой мы выбираем определенный цвет на фотографии. И что получается? То есть этот эффект оставляет нам выбранный пипеткой цвет. Мы можем только его диапазон расширить или уменьшить. А остальную часть фотографии программа делает черно-белый. Такой эффект. И вторая вкладка замена. Тоже интересная. Вот мы выбрали оранжевый цвет. И он сразу поменялся на другой цвет. То есть здесь мы меняем цвет. Можем выбрать на какой именно он будет меняться. Его диапазон. И кроме того мы можем выбрать еще вторую пипетку. Например, синий цвет. И синий цвет поменять на какой-то другой. И таким образом получить какую-то фантастическую картину. Другие вкладки. Здесь меняется тон для всей фотографии. Здесь тоже интересные эффекты. Можно по ним пройтись. И просто попробовать порегулировать. Посмотреть, что получается. Я снова вернула фото девушке. Потому что следующий инструмент, который мы рассмотрим, называется селфи. И здесь есть инструменты, которые помогают нам удалить некоторые дефекты на лице. Что касается этих инструментов, я скажу, что работают они несколько грубо. Если вам все-таки нужно делать ретушь лица, то для этого существуют другие приложения. На моем канале есть обзор одного из таких приложений, которые более качественно работают именно с ретушью лица. Но тут тоже кое-что можно сделать. Первая вкладка авто. Ну, как обычно, эти автоматические настройки не очень качественно работают. Вот видите, она просто размыла кожу лица. Но само лицо теперь выглядит неестественно. Дальше идут платные вкладки. Сгладить тоже, видите, сглаживает лицо. Можно регулировать эту интенсивность. Но выглядит не очень красиво. Дальше идет коррекция. Что она нам дает? Мы выбрали кисточку. Она тоже сглаживает. Видите, можно регулировать интенсивность, размер, прозрачность, резкость. Тоже сглаживает кожу на лице. Следующие дефекты это точечная коррекция. Мы можем выбрать размер. И просто пальцем нажимая на те участки, которые мы хотим удалить, проходимся по всей коже лица и таким образом удаляем дефекты. Но опять же, на мой взгляд, работает инструмент довольно грубовато. Лучше пользоваться другими приложениями для ретуши лица. Тон кожи. Ну вот, меняя эти кружочки, видим, что цвет кожи тоже меняется. Можем выбрать, который нам нравится. А резинка для того, чтобы вытереть определенные участки. Волосы интересный очень эффект. Вот смотрите. Можем менять цвет волос. И как видите, они не очень хорошо прокрасились. Вот тут есть участки, где остались светлые волосы. Поэтому, выбрав кисточку, мы можем аккуратно пройтись по этим участкам и закрасить волосы там, где они не прокрасились. А резинкой можем наоборот вытереть. Также интенсивность можем регулировать рычажками. Вот такой интересный эффект. Далее, подробно здесь, если мы будем проходить с кистью по определенным участкам, то в этих участках увеличивается четкость фотографии. Резинкой мы наоборот убираем все обратно. Отбеливание работает очень хорошо на зубах, но и можно попробовать на белках глаз. Вот я провожу и отбеливаются участки. Вот таким образом. Дальше преобразование. Это инструмент, который мы уже смотрели в первой части видеопластика. Мы выбираем размер и мощность этого инструмента. И можем, вот например, волосы, можем сделать более пышными, расширить их наоборот, сделать их более разлетающимися. И что касается лица, здесь тоже мы можем, видите, регулировать скулы. Но здесь нужно очень аккуратно и умеючи, чтобы не испортить фотографии. Также есть уменьшить. Если мы поставим палец в определенной части фотографии, видите, уменьшает. Другая вкладка наоборот увеличивает. И вернуть обратно. Просто проходимся по всем своим изменениям. Возвращаем все обратно. Есть еще интересная функция цвет глаз. Вот смотрите, программа сама определяет, где на фотографии находятся глаза. И внизу есть панелька, где мы можем менять радужку глаз. И есть здесь регулировка. Можно регулировать прозрачность и насыщенность этого эффекта. И есть здесь такие смешные эффекты, вот как, например, глаза рептилии. Вот такие страшненькие. И вот такие карикатурные глаза еще есть. Но что мне не нравится в этой функции, что этот эффект накладывается прямо поверх глаз. И мы не можем его отрегулировать. Мы можем подвигать эти кружочки. Можем их уменьшить слегка двумя пальцами. Но они накладываются прямо поверх фотографии. Поскольку веки у девушки слегка прикрыты, то вот эти кружочки выглядят неестественно. И, в принципе, тут есть функция резинка. Казалось бы, можно взять и слегка стереть вверху, чтобы они не накладывались так поверху. Но у меня в телефоне эта функция не работает. И вот смотрите, что в конце концов получилось. Эти кружочки накладываются по поверх фотографии. Отредактировать у меня не получилось. Если у вас получится, напишите в комментариях. Рассмотрим следующую вкладку. Это стикеры. Стикеры – это картиночки с прозрачным фоном. И в приложении PixArt таких картиночек огромное количество. Выбирать мы их можем по хэштегу. Вот, например, вверху у нас есть подсказки. Либо искать. Искать можно как на русском, так и на английском языке. Вот сердечки, например. И выпадает нам огромный выбор сердечек. Те, которые с коронками платные, мы выберем бесплатный. Вот стикер на нашей фотографии. Мы можем его увеличивать. Можем поворачивать. Для стикера вот у нас есть еще настройки. Как для фотографии. Яркость, контраст, резкость, насыщенность. Все эти настройки можем применить. Есть эффекты, только для стикеров. Вот такой получился эффект. И смешать, применяя эти вкладки, видим, что эффект меняется. Также есть поворот для стикеров. Граница – это обводка. Есть тень. Тогда они будут выглядеть более объемно. И для тени тоже есть своя регулировка. Цвет тени можем менять. Розовый, например. Вот. Если мы согласимся, то получился у нас такой стикер. Чтобы отменить, нажимаем стрелочку назад. Следующая вкладка «Вырезать». Она помогает вырезать объекты с фотографии. Но по этому поводу у меня есть подробное видео на канале. И ссылочку я прикреплю. Останавливаться на этом эффекте не буду. Текст. Можем наложить текст на нашу фотографию. Для текста. Какие у нас есть инструменты. Есть выбор шрифта. Но эти все шрифты, они применяются к латинице. Кириллице они не применяются, к сожалению. Для текста можем выбрать цвет. Обводку. И цвет этой обводки. Прозрачность текста. Смешение. Это вот те же самые эффекты. Можем добавить еще одно фото. И для добавленного фото тоже есть прозрачность. Обрезать его. Сделать квадратным, например. Поворот. Отразить по горизонтали. Или по вертикали. Таким образом можно накладывать фото на фото. В квадрат. Здесь можно делать рамку вокруг фотографии. Но поскольку у нас сама фотография квадратная, мы этого не видим. Если мы выберем пропорции другие. Вот например 3х4. То вокруг нашей квадратной фотографии появились поля. И для этих полей мы можем выбирать цвет. Можем вместо этих полей подставлять разные фоны, которые нам предлагает сама программа. Либо можем даже подставлять фото. Вот таким образом мы добавили фото. Убрать эффект стрелочкой назад. Следующий очень интересный эффект это кисти. Здесь у нас есть такие возможности. Первая вкладочка просто рисует. Причем мы можем выбирать цвет, которым мы рисуем. Вторая вкладка делает пунктирную линию. Таким образом. Есть вкладка, которая делает светящуюся линию. И самая интересная вкладочка, которую мы можем рисовать, накладывая определенные эффекты. Вот смотрите, я провела кистью и нарисовала такие звездочки. И резиночкой мы можем вытереть. Например, мы не хотим, чтобы они были на лице. И для этой кисти здесь огромное-огромное количество эффектов. Просто кладезь этих кисточек разнообразных. Следующая вкладка граница. Она позволяет добавлять рамку вокруг нашей фотографии. Давайте выберем какой-нибудь цвет поярче. И смотрите, регулируя ползунки, мы выбираем толщину той или иной рамки. Мы можем сделать закругление. И также есть еще вкладочка внутри. Здесь она еще по-другому регулирует эти рамки. Следующая вкладка маска. Она работает наподобие фильтров или эффектов. Просто накладываем на фотографию разнообразные эффекты. И посмотрите, как их много. Здесь внизу можно выбирать по категориям. Конечно, многие из них платные, но есть также и бесплатные маски. Следующая вкладка рисовать. Выберем кисточку. Что она нам позволяет делать? Мы можем выбрать цвет, который мы будем рисовать. Берем кисточку и просто произвольно рисуем. Интересная есть функция для текста. Выберем текст. И я здесь введу свой текст длинный. Цвет у нас выбран. И просто провожу пальцем по фотографии. И, как видите, нарисовала линию текстом. Вот такая есть интересная функция. Следующая. Можно выбирать фигуры какие-нибудь. Причем это может быть фигура с обводкой, либо с заливкой сплошная. Цвет для нее тоже можем выбрать какой-нибудь вот такой. Желтенький. И просто проводя по фотографии пальцем мы получаем этот рисуночек. Следующее. Добавить фото или стикер на эту фотографию. Но здесь все то же, что мы уже смотрели. Можем выбрать любой стикер. Он появится на нашей фотографии. Следующая вкладка блик. Здесь тоже просто эффекты блики разных форм. Если мы его выберем, то увидим, что у нас на фото появился блик. Его можно увеличивать, уменьшать. И также менять ему тон. Менять его прозрачность. И накладывать эффект смешения. Следующая вкладка маска формы. Тоже довольно интересная. Смотрите, мы можем накладывать какую-то форму на нашу фотографию, регулировать прозрачность и выбирать цвет для этой маски. И накладывать очень-очень разнообразные формы. Здесь их очень-очень много. Вот, например, такие, такие. Для аватарок кругленькие интересные формы. Вот такие пятна. Вот такая интересная форма. Следующая вкладка рамка. Как следует из ее названия. Она добавляет рамки. Кроме того, в рамке здесь есть выбор большой. Можем выбрать, например, день рождения, любовь, цветной. Огромный выбор рамок. И тоже есть простор для творчества. И последняя вкладка выноска. Это просто текст. Текст вот в такой выноске. Ну, здесь все довольно просто. Таким образом, друзья, мы с вами бегло рассмотрели все функции. Некоторые функции довольно сложные. И они заслуживают отдельного видео. Если вам было полезно и интересно, буду рада вашим лайкам и комментариям. А также приглашаю подписываться на мой канал. Продолжение следует...